Привет, ребята, и добро пожаловать в девятый эпизод нашего руководства для начинающих по работе с Факториоу. В этом эпизоде я хочу показать вам несколько проблем, с которыми вы столкнетесь, когда начнете строить свою базу. Речь идет о таких вещах, как управление питанием, добыча полезных ископаемых и тому подобное. Так вот, в последнем эпизоде мы рассказывали о том, как построить ленточную систему, похожую на автобусную, так что мы рассмотрели этот вопрос, и все было в порядке. Надеюсь, ты использовал свою автобусную систему и попробовал создать другой чертеж, который я тебе показал, предназначенный для изготовления зеленых печатных плат. На данный момент мой проект выглядит немного запутанным, но так оно и есть. Но с другой стороны, очевидно, что я только что подключил его к своей автобусной системе здесь. Сегодня у меня будет для тебя новый проект, который будет охватывать автоматизацию вашей логистики, а также все ваши логистические вещи. Такие как ремни, разветвители, подземные переходы и желтые вставки, которые будут представлять собой этот маленький проект вот. И все, что для этого нужно, это шестеренки, железо и зеленые печатные платы. Так что до тех пор, пока ты сначала создаешь свои зеленые печатные платы, а затем подключаешь их к своей шинной системе, все должно быть в порядке. Потому что тебе нужно будет питать ее только двумя каналами. Для этого нужно, чтобы в него входило железо, а также чтобы в него входили зеленые цепи. И просто чтобы охватить пару моментов, когда вы строите эти маленькие фабрики, я всегда собираю винтики на самом заводе, а не подключаю их к шинной системе. Потому что это действительно легко для строительства, они не занимают много места. Все, что тебе нужно сделать, это накормить их с помощью двух вставок в самом начале. Когда ты продвинешься немного дальше по этой линии, то получишь какое-нибудь название. Где же оно находится? Это и есть то самое место? Да. Это и есть те самые стековые вставки? Вот тут есть одна штука, которая действительно улучшает ваши вставки. Это дает вам возможность переносить больше предметов с помощью ваших вставок. Это где-то здесь. Это где-то здесь. Я почти уверен, что это именно то, что нужно. Да, вот так, вот так. Добавь еще один бонус к возможностям плюс один. Таким образом, это фактически увеличит твое количество этих возможностей на единицу. В отличие от переноски одного предмета, он может перевозить до двух предметов до тех пор, пока этот пояс будет заполнен. Но как ты видишь, у нас есть пара проблем. Эээ, мы получаем не так уж много железа. Даже несмотря на то, что у нас здесь работает целая система, мы получаем не так уж много железа. И вот с чем это связано, так это с тем, что в этих автобусных системах вам нужно убедиться, что вы снова уравновесили их для одной из них. Так что вам нужно их уравновесить. Так что самое замечательное, это когда вы принимаете чью-то сторону, если у вас их две, то именно здесь у вас есть две железные колеи. Потому что вам всегда нужно много железа и много меди, вам нужно много всего этого. Это просто для того, чтобы уравновесить ситуацию таким образом. Так что я уже делал это здесь. И я сделал это здесь, где на этом месте берется железо. Я только что установил балансир с этой стороны, так что после того, как я взял утюг, он просто берет с линии выше. Но как ты видишь, мы вернулись к самому началу, и он все еще довольно голый. И причина этого заключается в том, что мы получаем не так уж много железной руды. Потому что в начале игры у нас было не так уж много шахтеров. Так что сейчас я просто перемотаю этот фрагмент вперед. Но я просто покажу вам, как это сделать. Ты и я собираюсь сделать это еще немного лучше. Хорошо, так вот, я только что добавил еще несколько майнеров, чтобы ускорить получение той суммы, которую мы на самом деле получаем. Но я действительно хочу показать тебе вот это. Что касается шахтеров, то когда они добывают ресурсы, у них появляется маленький зеленый огонек, означающий, что с ними все в порядке. Это означает, что у них есть ресурсы, которые они добывают. Если они загораются красным цветом, это означает, что они уже использовали все, что было в этом квадрате. Так что если ты уберешь его, то там на самом деле ничего не останется. Мне больше нечего будет добывать. Так что самое лучшее, что можно сделать, это просто убрать его. Если у тебя есть свободное место, чтобы передвинуть его, передвинь его. Не бойся, ты тоже можешь подойти к этим местам. Даже несмотря на то, что на той стороне там не так уж много воды, она все равно тянет на 2,2 балла. Так что на этой стороне все еще есть 2,2 балла, так что все в порядке. Так что следующее, на что я обратил внимание, это вот что. Возможно, ты заметишь, как расходуется твоя энергия. Так что если ты подойдешь к любому столбу электропередачи, подключенному к источнику питания, и просто нажмешь на него, то увидишь свое удовлетворение. Так вот это и есть то количество энергии, которое тебе действительно нужно для поддержания работы твоей базы. Я просто установлю его примерно на минуту, а не на 5 секунд. Но на самом деле это не имеет большого значения. Если ты хочешь посмотреть на графики, то можешь это сделать. Все, что делают эти диаграммы, это показывают тебе, в каких областях на самом деле используется энергия. Таким образом, получается, что на шахтеров затрачивается примерно 1,4 мегаватта энергии. Вот это и есть производство. Вот сколько мы зарабатываем. Так вот, это показывает, что я зарабатываю 1,8 доллара. Это говорит мне о том, что здесь я использую до 2,5 доллара. Иногда он достигает 2,5 доллара. Так что мы также собираемся пойти и увеличить нашу электростанцию, потому что у нас есть только 2 паровых двигателя. Двигатели здесь. А теперь вот что я собираюсь с этим сделать. Я заранее все это измерил. Я просто положу вот это туда, а вот это туда. И мы действительно собираемся избавиться от этого, и от этого, и от этого. Дойдет ли это до конца? Нет. Все в порядке, все в порядке, все в порядке. Как бы ты туда добрался? Все в порядке. Правильно, так что на самом деле мы просто создадим двустороннюю систему. Давай сделаем еще один котел. Таким образом, принцип работы заключается в том, что каждый насос может питаться до максимальной мощности. По-моему, таких насосов насчитывается около 20 штук. По-моему, их 20. Я приношу свои извинения за то, что это неверно, но я уверен, что их 20, а это значит, что они могут питать до 40 паровых двигателей. Потому что вы можете использовать две паровые машины на одном котле. Так что либо ты можешь использовать 10, и получится 20, либо 20, и получится 40. Но поскольку мы строим с обеих сторон, потребуется некоторое время, прежде чем нам понадобится вся эта мощь. А теперь причина, по которой я переехал сюда, заключается в том, что я хочу, чтобы подача угля шла только по центру. И сейчас я по-прежнему активно использую для этого угольные вкладыши. Так что теперь у нас есть два насоса, которые прокачивают каждый комплект котлов. Если я просто положу это туда, то на самом деле я думаю, что смогу подойти и подсоединить это вот так. Правильно ли мы поняли? Или ты можешь спуститься по одному из них? Мы можем спуститься по паре раз, да, это прекрасно. Да, брось эту штуку вон там. Почему бы тебе не попробовать зайти так далеко, как я могу ее достать? На самом деле я мог бы воспользоваться подземным переходом прямо там, вот и все. Засунь его туда. Вот и все правильно, так что сейчас происходит следующее. Энергия поступает с обоих этих кабелей на этот кабель, а с другого, на этот кабель, который захватывает энергию от них обоих. Я вставляю его туда насквозь. Так что теперь ты видишь, что если мы нажмем на любой телеграфный столб, то увидим, что у нас есть до 7,2. Таким образом, каждый из них может вырабатывать до 900 киловатт энергии. Так вот, там мощность составляет 1,8 мегаватта. Так что до тех пор, пока ты питаешь это устройство от своей угольной линии, все будет в полном порядке. Так что теперь все, что нужно сделать, это прикрыть нашу проблему отсутствия электричества. Давай пойдем и посмотрим на наши печи. Ты видишь, что здесь все еще довольно светло. Для меня это действительно что-то вроде света. Мне нравится, чтобы оно было почти полным, почти полным. Так что вот что мы сейчас сделаем. Воткнем побольше таких штучек в землю, а потом пойдем и покажем тебе, как мне нравится строить научные лаборатории. И еще я хочу показать вам логистическую фабрику, которая будет описана в описании, ребята, так что если вы хотите захватить что-то с собой, пожалуйста, сделайте это. А также если вам нравится наш канал, ребята, пожалуйста, не стесняйтесь подписаться на него. Если на этой неделе вы будете смотреть его в тот момент, когда я выложу это видео и выйду в свет, то так оно и есть. Сегодня у меня день рождения. Ну и ну. Но да, на этой неделе я пытаюсь достичь цели в 450 подписчиков. Так что если ты хочешь мне помочь, не стесняйся, откажись от подписки, это было бы потрясающе. Ниже также есть ссылка на Дискорд. Ребята, пожалуйста, присоединяйтесь к ней. Я поместил это сообщение не в то место. Я пытаюсь наладить контакт с людьми, которые находятся в сообществе и любят делиться своими идеями, своими планами, тем, что они сделали. Если они новички в игре, заходите, задавайте вопросы, просите о помощи, и таким образом любой желающий может помочь. Это не обязательно должен быть я. Возможно, вам не понравятся мои методы ведения дел, но вы можете найти других людей, которым они понравятся. Тебе просто нравится делиться своими идеями с другими людьми. И это здорово. Надеюсь, так у тебя получится немного лучше. Послушай, я имею в виду, что у нас все еще не так уж много людей. Это не совсем так, я просто ускорю процесс прямо сейчас, ребята, так что я просто скажу, хорошо, поехали, я должен начать действовать. И буквально все вы все, что вам нужно сделать, это просто обойти их, направить в нужное русло и продолжать двигаться вперед. Спасибо. 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 Когда они кончатся. Я начну строить их здесь, но так и должно быть. Мне стоит начать немного поталкивать их сюда. Я почти уверен, что эти ремни, самый оптимальный способ работы, на самом деле не используются, если у вас нет модернизированных ремней там, где это будет необходимо. Нажми вот на это, и это будет намного длиннее, например, быстрее, так что двигайся прямо. Так вот, я также создал это приложение, потому что я проводил свое исследование, которым, надеюсь, занимались и вы, ребята, а это почти все, что было прочитано. Потому что, основываясь на последнем эпизоде, который у нас был, у вас, вероятно, была очень простая красная линия, так что все, что вам нужно было бы сделать, это так бы и было сделано. Если я просто немного поиздеваюсь над этим здесь. Ты мог бы либо сделать это вручную, либо просто накормить парочку из них вот так. Так что исследование продолжалось только потому, что вы автоматизировали его с помощью этого маленького плана, который был реализован здесь. Но я хочу показать тебе, как я создаю научные лаборатории, потому что, когда ты смотришь на то, как много существует различных наук, тебе как бы хочется, чтобы вся твоя наука была вложена в них за один раз. Если рассуждать логически, то их, по-моему, семь. Давай пойдем и посмотрим на них. Давай перейдем прямо к сути. Нажми на этот пункт. Один, два, три, четыре на шесть. Я почти уверен, что есть один, которому нужно семь. Раз, два, три, четыре на шесть. Здесь семь разных цветов, потому что на этом изображении есть красный, зеленый, черный, синий, желтый и белый цвета, но есть еще и фиолетовый, так что есть и фиолетовая наука. Так что не считай это неправильным, не неправильным. Один, два, три, четыре, пять, шесть плюс пузырь, это семь. Так что всего их семь. Так что тебе нужно уметь делать вот что. Если подумать, то у меня здесь есть один трек, на который я могу вставлять элементы. Вот здесь я поставлю еще один трек. Я воспользуюсь длинной вставкой и вставлю их вот сюда. Хорошо, это уже два. Так что ты такой. Хорошо, это два. А что мне делать с остальными? Так что еще один вариант, который ты можешь сделать. Это то, что я только что установил, это приносить предметы с одной стороны дорожек. Потому что таким образом ты удваиваешь свою сумму, не так ли? Так что иди направо, у меня есть один входящий туда, один входящий туда, один входящий туда, один входящий туда. Очевидно, что там четыре разных входа. Так что тогда тебе нужно беспокоиться только о еще трех. Так почему же ты беспокоишься еще об этих троих? Хитрость здесь заключается в том, что обычно ты ставишь одну дорожку, идущую поперек вот так, и одну дорожку, идущую поперек вот так, но сейчас они тебе не понадобятся. Потому что позже, когда ты их изучишь, они тебе не понадобятся. Это вставные фильтры. Ты можешь создавать вставные фильтры, и вот почему я расположил свою сетку вот так, с зазором с каждой стороны. Это слишком далеко отсюда. Я построил их неправильно, отлично. До тех пор, пока ты здесь. Что это было? Это было очень мило. Я ужасно заикался, приношу свои извинения. Если ты построишь их на расстоянии друг от друга, то действительно сможешь перенести науку из одной лаборатории в другую. И это работает на основе того, что если одной научной лаборатории что-то понадобится, она возьмет это из предыдущей лаборатории. Так вот, причина, по которой вы делаете это с помощью фильтров, заключается в том, что я бы поставил здесь фильтр с надписью «Возьмите оттуда одну цветную науку». И тогда, очевидно, все это будет одинаковым. То же самое, так что они всегда берут только определенный цвет науки, и он может перейти в этот цвет, а затем этот цвет скажет «Хорошо, у этого есть все, что нужно, но мне это нужно». Так что он возьмет это оттуда и положит туда, от этого к этому, а от этого к этому. А затем, пока в этом не останется парочки, максимум двух, я думаю, что самое большее, что они когда-либо использовали, это два. И это будет держите этот стакан наполненным до двух, а затем он наполнит этот до двух, этот до двух, этот до двух, и тогда это просто больше не займет много времени. Так что тогда ты сделаешь то же самое с этим и так далее, но это будет сделано с другими вставками и другими научными пакетами, когда мы до них доберемся. Но что касается первых нескольких научных пакетов, которые, по-моему, красные и зеленые. А что ты предпочитаешь? Какие из них в конечном итоге окажутся у тебя на первом месте? Красный, зеленый, черный – это твоя военная наука, а синий – это синий цвет. Так что нам нужно использовать вот эти треки. Сейчас лучше всего не путать трекер с трекером на ранней стадии. Тебе и не нужно этого делать. Так что я просто избавлюсь от этого. Сейчас у меня не так уж много лабораторий, просто потому, что в данный момент они мне не нужны. Позже ты сможешь сделать так, чтобы их было столько, сколько захочешь. Все, что я собираюсь сделать, это взять свой канал и просто отправить его по этой линии и просто подключить его с одной стороны. Так что потом я просто настрою их вот так. Захвати несколько линий электропередач. Вот так. Воткни это вот сюда. Что я сделал не так? У меня нет электричества. Но ты связан с этим, ты связан с этим. Я сделал то же самое неправильно. У меня нет электричества. Я каким-то образом полностью отключил электричество. Должно быть, я выдернул один из кабелей или один из них. Что здесь происходит? Мне нужно больше угля. У нас простая система. Для этого нужно больше угля. Поскольку мы увеличили количество используемого угля, нам нужно больше угля. на самом деле я собираюсь использовать только небольшую сумму. И я собираюсь это сделать. Я просто использую для этого сплиттер и возьму какой-нибудь трек. Вот так. И мы можем просто продолжать использовать вот это. Так что теперь он их покрывает. Это должно их покрывать. У меня с собой есть изрядное количество угля, так что я просто начну с этого. Вот и все. Иногда у тебя возникают подобные проблемы, и они возникают просто из ниоткуда, и ты спрашиваешь себя, ну и почему это происходит. Все, что тебе нужно сделать, это убедиться, что в этом месте действительно достаточно угля. Так что, надеюсь, теперь это поможет ему насытиться. А еще мы только что занялись экологическими науками, и это просто потрясающе. Сейчас я просто пойду и начну исследовать несколько других вещей, таких как модернизированная кирка. С таким же успехом я мог бы заняться стенами, потому что они нам понадобятся для того, чтобы перейти к черной науке. С таким же успехом мы могли бы заняться оружием, потому что оно также нужно тебе, чтобы перейти к черной науке. Турели работают сами по себе. Я мог бы с таким же успехом исследовать их. Ты можешь просто выбрать что-нибудь действительно красное. Так что да, 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 просто сделай все это как следует. Все они должны быть тщательно изучены, и ты вполне можешь решиться на это. Надеюсь, на данный момент этого достаточно, и это продлится долго. Эта штука действительно довольно быстро сжигает уголь. Как только она начинает гореть, она замедляется как в первые несколько раз. Она действительно идет очень быстро, а затем как бы замедляется. Так что теперь ты поймешь, почему на это уходит так много времени. Именно поэтому мне обычно нравится специальная линия подачи угля в лаборатории на электростанцию, извини в лаборатории, потому что я говорил о лабораториях. А еще я считаю что да, когда ты почти полностью используешь все это, они работают довольно усердно, а это значит что они просто сгорят на холоде так быстро как только я смогу. Дошло до того, что я действительно могу устроить еще один скандал. Но я сделаю это в свое свободное время. Правильно, это желтый сигнал, кстати желтый сигнал означает что он бездействует, это означает что он может делать достаточно, но это не потому что он полон. И здесь было сказано использовать только два варианта. Так что это очень хорошо. Так что как ты можешь видеть здесь, наши научные лаборатории просто сходят с ума. Так что если я возьму научную информацию из этой лаборатории, то ты увидишь как она берется из этой и проходит через нее. Так что они просто сходят с ума и вытворяют всякие глупости. У меня здесь куча научных наборов, так что я просто заполню их вот так. Потому что теперь в этом пакете около 200 штук, так что какое-то время ничего не понадобится. А это значит, что на это не потребуется слишком много ресурсов. Хорошо и так, мы собрали здесь зеленые печатные платы, которые являются чертежом, приведенным в книге, ты можешь использовать их, это круто. И ты видишь как быстро они теперь работают. Эти науки просто пролетают мимо ушей, потому что у нас растет так много растений. У нас есть 12 научных лабораторий, а это не так уж много. Их не так уж много, чтобы начать игру с нуля. Но вот это маленькое растение на самом деле берет ваши железные пластины, берет две подачи, так что там требуется одна подача, и разделяет ее. Потому что вы собираетесь чтобы нуждаться в нем и сделать несколько винтиков здесь, потому что вам понадобятся винтики для двух вещей. В основном они понадобятся вам для ваших ремней и для ваших вставных устройств. Кроме того, здесь требуется еще одна подача, а затем она разделяется на две части, потому что на каждом этапе этого процесса тебе понадобится сталь. Это может быть изменено, и позже я покажу тебе измененную версию, где на самом деле будет красная версия и синяя версия. Но именно такую вещь ты мог бы установить в дальнейшем по своей линии. Так что это делает тот канал, который проходит под ним, а затем поступает сюда. Твои печатные платы поступают сюда, и они должны быть включены именно в таком порядке, потому что печатные платы должны использоваться как для создания разветвителей, так и для дорожек. Так что для изготовления разветвителей тебе понадобятся гусеницы, печатные платы и железо. Чтобы сделать дорожку, тебе просто нужны шестеренки, которые идут от этого разветвителя вот здесь. Так вот это разветвитель, который идет вот сюда, в мою правую сторону. Я двигаюсь в этом направлении, потому что у меня есть мышь, так что я просто беру направление правой руки оттуда, но этот вставщик все равно будет их вытягивать. А потом ты берешься за это дело, вставляешь вставку с рельсового пути вверх в этот, а затем опускаешь вставку вниз в этот, потому что тогда для того, чтобы сделать подземный переход. Тебе нужны только рельсы и пластины. И еще я закрыл все свои коробки крышками, потому что не хочу, чтобы со временем это сработало. Если они мне понадобятся, я просто возьму несколько штук, и они продолжат работать. То же самое можно сказать и об этом устройстве, которое я сделал, оно стоит 500 долларов. Если мне когда-нибудь понадобится больше 500 долларов, а это произойдет позже, я хочу купить роботов и все такое прочее, тогда круто. Я не совсем понимаю, что это значит. О, это относится к другой версии. Я поиграл с разными версиями и очевидно решил использовать разделитель, который берется с трека туда и обратно, а затем складывается небольшими порциями в коробке для тебя. А так как у тебя там проходит подземная лента, то она будет переносить железо, а не принимать другую подачу и опускать печатные платы вниз. А другая часть откололась. Это отправит шестеренки сюда для того, чтобы сделать твои вставки, и это очень круто. И да, вот это уже полный комплект. Он полностью заполнен вставками. Я, наверное, не хотел делать так много вставок. Давай просто возьмем эту коробку и перейдем к делу. Да, 250 вставок, это нормально. Если вы не знаете, что означает этот маленький крестик, ребята, вы можете нажать на него, и он просто ограничит количество предметов, которые помещаются в коробку. А это значит, что эти квадраты не будут использоваться. Ты просто нажимаешь на нее еще раз, избавляешься от нее, нажимаешь на нее и выделяешь, сколько раз ты не хочешь, чтобы тебя использовали. Если у тебя там уже есть предметы, это нормально, это значит, что ты можешь подняться туда, вынуть их, и они больше не будут заполняться. И да, в этом эпизоде, ребята, все в порядке. Я надеюсь, что вам понравилось, пожалуйста, подпишитесь, и если вы смотрели наш канал, то заметите, что мы также начали играть в Dyson Sphere. Потрясающую игру, которая мне действительно нравится. Я не собираюсь отказываться от этой серии, мне нравится делать эту серию, в которой я показываю вам, как я создаю свои базы и начинаю их создавать. Надеюсь, ты чему-то научишься и тебе это понравится. Но да, ребята, пожалуйста, поднимите большой палец вверх, оставьте любые комментарии ниже, присоединяйтесь к Дискорду, подписывайтесь на меня в Твиттере. Все ссылки указаны в комментариях или описании ниже. Не забудь подписаться, если ты еще этого не сделал, это действительно помогает мне, потому что я пытаюсь достичь этой тысячной отметки. Но на данный момент моя цель на эту неделю, если мы ее достигнем, просто потрясающая. Как только мы наберем 1000 баллов, я, возможно, устрою небольшой розыгрыш призов для всех, кто уже следит за нами. ... ... ... ... ... ... ... шутка.